Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Уже не в первый раз звучит вопрос, возможно, от одной и той же зрительницы по поводу того, что, да, однажды я упомянула, что я поменяла свое отношение к своей собственной коллекции, которую формировала из сезона в сезон, возможно, даже несколько раз в течение сезона, и называла эту коллекцию «Доносить и выбросить». И концепция очень проста. Я выбирала с десяток вещей, оставляла их на видном месте, чтобы мне не приходилось их искать. Это могла быть полка, это могла быть полка и, допустим, вешалки. И также я всегда оставляла три пары обуви. Это были три пары обуви, которые я собиралась носить за сезон. И это всегда была поношенная обувь, купленная, возможно, какие-нибудь пять лет назад. И от нее я уже эмоционально устаю, но она еще достаточно новая, функциональная. И вот таким образом я формировала свою коллекцию, как человек, который склонен, как мне кажется, к минимализму. И таким образом я могла избавляться от вещей, выбирая по максимуму их ресурс и расставаясь, соответственно, с ними практически не сожалеем. Потому что очень часто действительно у нас бывают вещи, как было, например, в моем случае. В мою коллекцию «Доносить и выбросить» часто попадали не просто старые вещи, которые я никак не могла доносить до дыры, именно поэтому с ними не расставалась. Нет, в мою коллекцию «Доносить и выбросить» часто попадали как раз такие вещи, которые для меня лично эмоциональный ресурс выбрали, но смотрелись достаточно неплохо. И очень часто на расслаблении, показывая свои вещи, зрители мне писали «Яна, а вот эти макосины, еще ничего себе, можно их оставить». Вот эта шляпа тоже хорошая, ее тоже можно было бы оставить. Но, повторюсь, для меня именно эмоциональный ресурс этих вещей был выбран, но вещи очень часто действительно были в хорошем, в отличном состоянии. Но, правда, справедливости ради нужно сказать, что были вещи, которые действительно заношенные, заношенные, растянутые, возможно, чуть-чуть закатанные. И таким образом я пыталась действительно прежде всего с легким сердцем расставаться с такими вещами. В определенные моменты я об этом тоже уже рассказывала, что я попала в ловушку доносить и выбросить, когда на моих глазах, что называется, как говорят здесь в Италии, образовались прошутто, 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 кусочки ветчины. И мы говорим, что мы все видим через розовые очки, а итальянцы говорят, что они видят все через кусочки прошутто, поэтому вокруг все розовое и прекрасное. Так вот, я поняла, что я не вижу, не отдаю себе отчет в этой погоне. Погоня именно это одна из ловушек, когда мы пытаемся действительно доиспользовать ресурс вещей и окружаем себя, возможно, вещами чуть-чуть сломанными, вещами, которые нам достаточно надоели, вещами, которые не приносят нам удовольствия. При этом, внимание, как было в моем случае, очень часто имея огромный запас совершенно новых вещей. В моем случае это была одежда с несрезанными этикетками, и до сих пор эта одежда еще имеется. По весне я снова начну срезать этикетки, возможно, это будет последняя волна срезания этикеток. На 2-3 видео, возможно, еще у меня наберется материал, еще у меня наберется одежда с этикетками, но это может быть какая-нибудь кухонная утварь, это может быть, как в моем случае, текстиль для дома, который совершенно новый, я тоже рассказывала, у меня есть совершенно новое, не распакованное, либо распакованное, но ни разу не использованное, и даже, возможно, не стиранное, Постельное белье, которое ждет своего часа У меня есть полотенце Прямо-таки с этикетками Именно я отправила их в гараж Чтобы они, что называется, не путались с теми, которые я уже использую Чтобы не получилось так, что вот одни я использовала 120 раз А одно полотенце или два полотенца я использовала 2-3 раза Чтобы эти вещи между собой не мешались Я тоже оставила текстиль От которого, кстати, недавно избавилась Потому что мне действительно удалось доиспользовать ресурс этих вещей В данном случае полотенце, они стали очень жесткие Они перестали отстирываться Я с ними рассталась Но я действительно пересмотрела свою концепцию Потому что, возможно, потому что, кстати, я стала блогером И я имею огромный обмен информацией со своими зрителями прежде всего Со зрителями, с которыми я на одной волне Которые, в общем-то, мне писали Яна, ты молодая прекрасная женщина Тебе не стоит донашивать Тебе стоит, в общем-то, при, опять же, том обилии гардероба, который у тебя есть Использовать то, что тебе нравится Срезая этикетки и носи И могу сказать, что, опять же, основная часть моего модного контента Сейчас существует как раз таки потому Что когда-то, переехав сюда, в Италию Я смогла отказаться, переломив себя, поверьте Мне это было сделать очень сложно Смогла отказаться от привычки Не выглядеть хорошо, когда, например, я иду с ребенком на прогулку Не выглядеть хорошо так, как я могла бы выглядеть Когда я иду, допустим, совершать покупки в супермаркет Либо не выглядеть так хорошо, как я могу И как мне, возможно, бы хотелось Когда я иду просто хлеб купить Либо мусор даже выбрасывать Потому что когда ты идешь в Италию выбрасывать мусор Очень часто мусорки стоят дистанционно от твоего дома И ты, на самом деле, встретишь очень много знакомых Не просто твоих соседей, а просто знакомых Вот, например, когда я жила в центре, мы снимали квартиру Я встречала всех тех людей, которые, допустим, работают в центре И привыкли меня видеть нарядные Либо более тщательно одеты Когда я с Егоркой гуляла Вот у меня действительно были случаи, когда я выходила выбрасывать мусор Вот прямо-таки в чем попало Как у нас в России принято В Италии, кстати, ни один итальяне себе такого не позволит Ни одна итальянка А я выходила, вот я убиралась Волосы себе заколола, в общем-то, в перчатках В майке растянутой, с пятнами, конечно же Потому что мы дома Действительно в России у нас принято одеваться несколько похуже Так вот, мне пришлось себя переломить Однажды и отказаться от этой привычки Я поняла, что, да, в Италии, конечно же, другие реалии Но мне все равно это было очень сложно сделать И я поняла, что я, в общем-то, на прогулке не пачкаюсь А когда я иду с красивой сумкой И, возможно, в красивой обуви И красиво одетая в супермаркет Я получаю от этого даже какое-то наслаждение Потому что, ну, я вижу Как на меня обращают внимание Я всегда говорю, что, да, нужно быть свободным от чужого мнения Но от чужого мнения все-таки мы зависимы Прежде всего, от положительного мнения Положительное мнение на нас Когда мы видим даже не... Когда, точнее, мы не просто слышим комплименты Ты сегодня хорошо выглядишь А когда мы видим, как люди на нас смотрят И мы понимаем, что они на нас смотрят так Потому что мы хорошо сегодня выглядим В унисон-видео, которое я выпустила По поводу шубы поверх пальто Поверьте мне, чтобы мне не написали зрители К тому анонсу, который уже вышел Я совершенно точно знаю, что я выглядела очень-очень классно Потому что я видела, как на меня смотрели И более того, я услышала комплименты О том, что я одета очень красиво Когда я, прежде всего, останавливала людей И фотографировала в тот день Я остановила большое количество людей И, кстати, я не получила ни одного отказа Так вот, когда мы получаем положительную реакцию на себя самих Наша жизнь действительно кажется нам несколько лучше Мы кажемся себе красивее И мы видим снова жизнь через розовые очки Через брошюто, как говорят итальянцы Поэтому я поняла, что действительно В особенности, когда ты первая не нуждаешься И ты можешь позволить себе новую одежду В особенности, когда эта новая одежда у тебя уже есть В особенности, когда уже вещи в твоем доме есть Ведь очень многие из нас не пьют и не едят Из красивого праздничного сервиза Оставляя его только по каким-то случаям для использования А часто используют разбитую посуду Либо треснутую посуду Либо посуда не разбита, не треснута В силу наших предупреждений, что такая посуда не должна храниться дома Мы используем какие-то разбивочные сервизы Вот там купили, вот здесь купили Вот тут еще из общежития перевезли И вот таким образом мы обедаем, ужинаем и завтракаем Вот из такой посуды Соответственно, примеров таких может быть миллион Касается он на самом деле абсолютно разных сфер нашей жизни Но я поняла, что действительно Между удовольствием доносить и выбросить Доиспользовать стопроцентно вещь И избавиться от нее с легким сердцем На одной чаше весов И на другой чаше весов все-таки Избавиться, возможно, что называется скрипя сердце И отдав эти вещи в другие руки Либо действительно просто их выбросив Потому что они уже не очень хорошего состояния Ну еще, что называется, без дырок Но на тряпочке их не порежешь Потому что материал не подходит Так вот положив на другую чашу весов Удовольствие от жизни Которые мы получаем Используя новые вещи Используя вещи, которые нам нравятся Используя красивые вещи Получая удовольствие от того, как мы выглядим Я вообще говорю за то, что Точнее всегда стою на том, что женщина Она должна хорошо выглядеть Не потому что она кому-то должна Своему мужу, которого нужно удержать Имея троих детей Либо кому-то, кому-то Обществу, возможно Нет, женщина должна хорошо выглядеть Потому что так она будет Себя совершенно иначе Сама ощущать в течение дня И в течение своей жизни Либо в течение какого-то отрезка жизни Поэтому положив на другую чашу весов И соизмерив, что для меня более ценно Совершенно точно То, что оказалось на чаше весов Удовольствие от жизни Повторюсь Имея запасы Текстиля Имея запасы Одежды и так далее И так далее Для меня эта чаша весов перевесила И возможно, возможно Я даже когда-нибудь скажу И возможно даже и сейчас скажу Потому что я всегда говорю, что минимализм Это не о маленьком количестве вещей Вокруг меня Либо вокруг любого другого минималиста Это о нужном количестве вещей Я совершенно точно считаю И тут у меня нет никаких Что называется сомнений Что минималистом можно быть И при этом пополнять свои Скажем так Свои ресурсы Свои запасы Точнее не запасы Нет, конечно же, запасы Это то, что мы не используем Пополняя, скажем так Опуская в свою жизнь вещи Которые прежде всего Приносят удовольствие Проблема современного потребления Как раз таки в том, что мы вообще забыли Что нам может принести удовольствие и радость Именно поэтому Проблема потребления существует Что мы, в общем-то, покупаем И приобретаем И прибегаем к тем услугам От которых мы с легкостью можем отказаться Наша жизнь не просто не станет хуже Зачастую она станет легче И зачастую она станет лучше Поэтому, да, я совершенно точно считаю Что, безусловно, нужно найти свое Что называется эквилибрию Свое равновесие в этой жизни В своих отношениях Со своими собственными вещами Но, повторюсь Я совершенно точно пришла к выводу Что если раньше я была Вот за прямо-таки оголтелая Практически доносить и выбросить То сейчас я все-таки в сторону больше Благодаря своим зрителям Также, за что им большое спасибо Все-таки больше в сторону удовольствия От использования вещей А не удовольствия от того Что эти ресурсы А, точнее, эти вещи По максимуму свой ресурс выбрали Желаю всем хорошего дня Хорошего настроения Бодро шагать по пути минимализма Либо по пути разумного потребления На самом деле, не важно Как мы это называем Самое важное Что мы находим ощущение самих себя Ощущение своего равновесия И своего счастья Даже в той или иной философии Как она называется Это уже совсем не важно Увидимся очень скоро Это была Яна Скворцова Всем пока-пока